Кавалерийская шашка боевого генерала Великой Отечественной войны снова окажется в строю. Во время юбилейного парада Победы 24 июня ее пронесет командир роты почетного караула в составе знаменной группы. Сейчас реликвии находятся в хранилище музея имени Алабина. Персональное оружие героя Советского Союза Дмитрия Голосова музею подарила его супруга в 1963 году вместе с другими вещами генерала. Шашка была при нем всю войну. Дивизией Голосова участвовала в освобождении Киева и многих других стратегически важных операциях. Вместе с ней он принимал участие в параде Победы 24 июня 1945 года. Сама шашка образца 1927 года, кавалерийская, для командного состава. На самой шашке есть некие клейма, по которым мы можем предположить, что она была сделана где-то в 30-е годы, скорее всего в 35-36 год. Соответственно, это было до войны. И естественно, что во время войны она была с Дмитрием Николаевичем. И именно поэтому, как заслуженная, как та, которая прошла всю войну с ним, она и оказалась на параде Победы в 1945 году. Шашка, ставшая оружием советской кавалерии в годы Великой Отечественной войны, была принята на вооружение решением Реввоенсовета в 1927 году. Златоустовский оружейный завод выпускал порядка 40 тысяч таких экземпляров в год. Форма клинка повторяет драгунскую шашку российской императорской армии. За годы выпуска проводилась как модернизация, так и упрощение оружия. В 1931 году у нас не хватало цветного металла в стране. То есть, как раз вы видите, что она выпущена уже после 1931 года. Цветной металл на гардах, на рукояти, на ножнах был заменен более дешевым вариантом. То есть, чугуном или металлом ковки, покрытой никелем или другими какими-то материалами, чтобы не покрывалось ржавчиной. Различались также образцы для младшего и командного составов. Шашка генерала Голосова, соответственно, украшена орнаментом на верхней части рукояти. Ценность этого образца очень велика. Всего на один день шашку позволят вынести из музея для участия в параде. После чего она вернется на место, на вечное хранение. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События.